Итак, сегодня я рад представить Виталия Бачура. Он белорус. Перечислять все его регалии долго займет много времени. Скажу только, что этот человек один из самых опытных волчатников на постсоветском пространстве. Европу не берем, тем более Азию и прочие континенты. Поэтому человек заслуженный. Он один из основателей международного клуба волчатников. Занимается охотой на волка очень много лет. Добыл, я не знаю, сколько волков, если он ведет учет, об этом сам скажет. Ну и прежде чем передадим слово Виталию, я хочу напомнить нашим друзьям, членам клуба, какие же существуют охоты на волка. В первую очередь, наверное, многие с такими сталкивались. Это облавная охота с лошками. Второе, охота на волка на привадах. Третье, охота капканная, что требует особых тоже навыков и умений. Взятие логово. Это тоже дорогого стоит. Профессионалы только этим делом занимаются. Ну и охота на вабов. Вот то, чем владеет Виталий, это умением разговаривать с волчьим племенем. Причем разными голосами, в разных ситуациях. Он представляет, с кем и как можно завести беседу и как выманить серых хищников на выстрел. Вот. Виталь, я думаю, несколько слов. Кратко расскажи, вот как ты это делаешь. Если про остальные охоты, ну все более-менее, более-менее понимают, как это происходит. Потому что кто-то участвовал, кто-то видел. Вот. На вабу же, вот лично из моего опыта, сколько охотных я не принимал участия, ну процентов 70 это были неудачи. Поэтому я думаю, что это наиболее интересный вопрос по охоте на волков. Прошу. Добавим, кстати, я рад приветствовать охотников. Всегда тех охотников, идущих на волков. Это традиционно, да. Естественно, я приветствую охотников, которые желают идти на волков. Это тоже дорогого стоит. Это уже есть понимание, да. И мы все понимаем, что борьба с хищником, не все, конечно, мы, кто имеет определенный стаж охоты и воспитанный в Советском Союзе, понимают, что борьба с хищником – это неотъемлемая часть охотничьей этики. Поэтому, что касается способов охоты, я бы добавил еще охота на переходах. Это очень важная такая охота и требующая усидчивость. То есть, естественно, проводят ледовую работу и разведывательную, она способствует... Удача способствует в охоте на переходах только выдержанным и хладнокровным охотникам. И есть охота немалоэффективная и очень интересная. На утренних зорях охота на логовах. Не взятие логова, а еще охота на логовах. Это тоже очень интереснейшая охота. Мало кто в ней участвовал. В принципе, уровень ее был раньше такой низкий. Но мы этот способ охоты пытаемся развивать. За утро, за час времени, за полтора порядка звучит около 15-20 выстрелов. И стреляют все номера уже на рассвете с дневными прицелами и с гладким оружием вебкоствольным. Поэтому это, что касается способов охоты. Что касается охоты на логов, я пишу и у нас на сайте, и всегда всем говорю, это самая высокоинтеллектуальная и сложная охота. Потому что здесь волки терпят поражение только самым удачливым и охотникам, которые реально владеют способом охоты и вабой. Это язык, это общение. Нужно понимать, что волки – это очень коммуникативные животные. И здесь они попадают. Именно ошибаются. Поэтому ваба, на самом деле, казалось бы, она не очень-то и простая охота на вабу. И это сложный язык. Это внутри стаи общения. Это общение внутри вида. У волков море звуков и море способов общения. У них есть разная частота у стаи. Есть разный тембр, тон. Есть обертона и так далее. Это целая наука. На самом деле, исследований в этой области очень мало. В Советском Союзе были какие-то начатые исследования. Есть книга «Звуковая активность волка» Никольского. Особо там много ничего нет. Их несколько вообще. Поэтому у меня есть учитель, которому я благодарен, который вложил в меня свой как минимум 40-летний опыт охоты на волка. И не только на вабу и вообще. И знания по биологии волка. Это все находится во мне. Плюс мой собственный опыт. Более 10 лет охоты на волка. И мои учителя сейчас – это волки. Это волки. Постоянно я пытаюсь развиваться, слушать волков, пытаться понимать их, общаться с ними. И вижу, расшифровали они меня или нет. Какие-то методы и звуки использовать, если они дают какой-то результат положительный. То есть я вот в этом направлении двигаюсь, только исходя из количества проведенных часов в лесу и на практике, то есть в ринге. Поэтому то, что получаются… Я бы не сказал, что это 70% удачных охот, то есть неудачных, гораздо больше. В нашем, по моей статистике, хотя мы уже как бы профессионально занимаемся этим, почему есть и клуб. Всеми способами охоты на волка и комбинированные способы. Комбинируем эти охоты, пытаемся. И удачный есть успех. По моей статистике, волки при охоте на вабу, вот с нами, со специалистами, у нас много кто может вабить, и неплохо вабить. Я думаю, как минимум, в более 50% случаев они выходят из воды сухими с нами. Что говорить о людях, которые вообще не имеют представления, как вабить, каким голосом, какую нужно сделать паузу, что им нужно сказать, и так далее. У таких людей это время, и как правило, если есть удача, то не из-за того, что там волки глупые, или они неосторожные, просто их очень много. Если у кого-то хватило ума, там, провабить, как бы провыть, или подражать звуку вою волка, и дальше этого не делать, да, то есть успокоиться. Если волк где-то услышал далеко, он придет проверить. Если он рядом не был, когда охотник в вабе, да, ему удается его добыть. И он считает, что он овладел этим искусством. На самом деле, это огромная проблема. Только единственная охота на вабу, которая вот неправильная, да, приносит, неправильная охота, приносит зло, вот именно в общей борьбе с хищником. Потому что неумелые вабы, их, они тренируют, тренируются и усваивают свой опыт. То есть плачевный опыт моментально в стае и уже в дальнейшая охота с этой стаей на вабу становится сложнее в разы, в разы. Не в три, а может быть и в пять раз и так далее. И трудозатратнее, и по времени, и по средствам, и по силам. Поэтому на самом деле к вабе нужно относиться очень серьезно. Это такой охота. Я учусь, каждую охоту я учусь. Нет ни одной похожей охоты. То есть нет ни одной одинаковой охоты. Охоты могут быть похожи чем-то на вабу, но одинаковые нету фактически ни одной, сколько охот было проведено. Поэтому сложно. На самом деле это сложная охота. Если не возражаешь, я поделюсь с друзьями опытом охоты с тобой как раз на вабу. Были мы зимой в Волгоградской области. И я расскажу, что это за эпопея была. Снимали мы тогда телевизионную программу, она, кстати, в эфире идет. Значит, я просто побыл, ну, так сказать, рядом со шкурой или в шкуре волчатника. Значит, первое, что делает Виталий, он изучает местность. Берет топографические карты, там, разного, и интернет, и не интернет, и всякие, для того, чтобы досконально, досконально изучить те места, где будет проводиться охота. Потом идет разведка, которая занимает, ну, я бы так сказал, весь световой день. То есть поиск следов, чтобы пришло понимание, куда же волки, вот, они пошли, там вернулись, там задержались, и вот, вот это вот такая скрупулезная работа, где вот мозг работает в усиленном режиме. Потом, значит, Виталий определяет места, или, как говорит он, позиции стрелковые. То есть для того, чтобы ночью именно на этих позициях расставить стрелков. Стрелок нужен не один, потому что, сами понимаете, территории бывают огромные, и где конкретно выйдет волк, никто вам не скажет. Поэтому Виталий подбирает людей, которые имеют физическую выносливость, они терпеливы, ну, как настоящие снайперы, и умеют хорошо стрелять. Потому что, вот, все эти трудозатраты, все эти, как Виталий говорит, ведра, что там, крови, то есть пота и крови. Ведра пота, и уйма личного времени. Ведра пота, вот, да, я чуть-чуть переврал. Вот, и все это затрачено, и когда человек в конце-то концов просто перевозбудится и дернет спусковой крючок и промажет, ну, тут, ну, это, ну, это просто что-то с чем-то. Наступает ночь, на машине, значит, команда выезжает в угодье, ну, перед этим, естественно, инструктаж еще перед тем, как выйти в поле. Вот, первое, как его назвать-то, первое приключение. Значит, Виталий расставляет стрелков на позиции, выбирает себе место, где встать самому, и начинается. и вот начинается, ну, если вы когда-нибудь наверняка были в театре, и вот звучит сначала там прелюдия, причем так интересно, прям, ну, это надо слышать, тут рассказываешь невозможно. Потом он делает огромную паузу, потом идет там увертюра там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это целый, целый, оркестр в исполнении одного солиста. Ну, вот, если выманить волков не удалось, если они не отозвались, вообще длится, вот, первое приключение, я бы так это назвал, оно длится где-то около полутора часов. И надо, если не больше, да, Виталий? Да, в зависимости вот времени года, слышимость, звукопроводимость, воздух, полтора-два часа, да, если одна позиция, да. Вот, и надо понимать, что как раз в Волгоградской области мы были зимой, минус 14 градусов с ветром, а по ощущениям там все минус 25. И вот надо было все это время выстоять, совершенно не шевелясь, потому что волк это существо, которое обладает всеми возможными органами чувств, и он либо вас светрит, снюхает, да, либо услышит скрип там под ногами снега, либо увидит, ну, короче говоря, возможности того, что он вас обнаружит, у него уйма. Больше, да. Вот, все, естественно, замерзают. Подъезжает машина, садимся в УАЗик, кое-как отогреваемся там минут 20, приезжаем на другую позицию, и опять становимся и занимаемся тем же сангом. И все это длится всю ночь, всю ночь без перерыва, без сна там, единственное там чайку, бутерброды, вот, что мы и делали. Приезжаем утром, мы-то все спать завалились, вот, а Виталий с Костей поехали дальше обследовать угодья, то есть поспали там, может быть, часок-полтора и вперед. Мне так обидно было, что они меня с собой не взяли, но они меня пожалели. Вот, и так это длилось на протяжении трех дней, то есть вы можете себе представить, вот, насколько это нужна физическая выносливость, потому что вот эти вот недосыпы, вот это вот стояние без движения на морозе, это, ну, дорогого стоит. Поэтому, вот, Виталий сказал, что, или не сказал, что волчатники это элита охотников, потому что это так же, как, наверное, снайперы в военном деле, потому что вот всеми вот этими вот перечисленными мною качествами должен обладать волчатник. Если он настоящий, а не, так сказать, одномоментный пришел там и все. Вот. Это вот такая была история. Ну, не удалось, правда, нам в тот раз добыть волков. Виталий выманил стаю, она к нам шла, но у одного из не его стрелков сработал мобильный телефон. досада была страшная. То есть выходили на нас звери конкретно просто, извините из выражения перли в этой, как ты говорил там в этой трубе аэродинамической, вот, но не сложилось. Вот, поэтому вот такая вот она охота на вабу. Да, еще хочу что сказать. Наверняка будет интересно вам, друзья. Вот, вабельщики используют какие-то там приспособы из бересты, вот, кстати, и в Белоруссии я был с одним человеком, который там вот такую себе трубу где-то заказывал из бересты сделан. Кто-то бутылку изолентой обматывает, кто-то еще что-то выдумывает. У Италии свой инструмент. Можно я про него расскажу? Да, конечно, это не секретная информация, и у нас нет секретных. Значит, у него стекло от лампы керосиновой или тучей мышей. Дедовский метод. Да, но как он мне рассказывал, как он его выбирал, то есть было, ну, я не знаю, там с десяток или больше этих стекол. Больше. И он с камертоном, да, ты его? Ну, расскажи сам, я это пересказываю уже. Ну, я хотел бы пару слов по поводу вот рассказа о нашей охоте, немножко, пару комментариев. Охоту на волха нужно тщательно готовить, чтобы была возможность ночью в темное время сменить позицию, если она нужна, запасная позиция и так далее. Тщательно готовить. А когда мы приезжаем спать после охоты, то есть охотники, да, нужно же готовить следующий охот. Поэтому охотники спят, а я дальше провожу разведку, смотрю, какие были движения после подачи звуковой информации, после стрельбы, если она была стрельба, да, и продолжаем работу с этой стаей, готовим следующую охоту. Как же спать, то есть удается потом поспать перед охотниками, то это нормально. Нужно работать с ними. А что касаемо волчаников, это всю жизнь была элита. Я в своем детстве в мосте смотрел, мы на них смотрели как на богу. Это самые высокоорганизованные дисциплинированные охотники, естественно. Если главное качество охотника это выдержка и хладнокровие, это неумение там стрелять, неумение и так далее, выдержка и хладнокровие, то главное качество охотника на волка даже и волчатника это выдержка и хладнокровие умноженное на 10. И как дед мой говорил всегда, только настойчивым сопутствует удача. Это вот что касаемо комментариев нашей охоты. что касается приспособления, очень категорически против электронных манков, даже сами охотники это понимают и плюрифоны применяемые, которые там супер дорогие и так далее, волки просто расшифровывают это все моментально. Так а что говорить, если гусь это птица это как волк у птицы, гусь. Волк у зверей волк, а гусь это волк у птицы. Если гуся уже электронными манками, он различает электронные манки, что говорить про волков абсолютно. Поэтому я пользуюсь историческим инструментом. Это стеклянная лампа, естественно. Поэтому чем пользуюсь наши деды? Ну и на самом деле не просто отдавая дань прошлому, на самом деле изучив, что такое перосина. Мы и пробовали и медные трубы паять, но не просто паять какую-то форму, а размеры выдержать. Даже посеребрить внутри, как духовые инструменты посеребрены, серебром покрыты. Что будут, какие звуки. Все это попробуем. Вот эти береста и трубы, они нужны для того, чтобы просто искажать фальшь. то есть эту, как мы называем человечинка, слышно в вабе человечинка. Видно человечинка, но ни в коем случае не производить какие-то там реальные звуки. Так вот, стеклянная лампа дает, может давать, у нее очень огромный спектр звуков. если ей пользуется умелый вабельщик, он может на ней изобразить с помощью ее любой звук. Вообще это как усилители. Звук работает, это голосовые связки, стены, ну и мозги. А это усиление звука, да, как громкость, ну и естественно и придает и тон, и тембр и так далее. Так вот, лампа в руках неумелого вабельщика, это звон страшный, но кто может ей работать, он работает великолепно. Вот чем отличается лампа от остальных всех приспособлений. А как выбирал, оказалось, что лампы отливались очень разные, они и по толщине, и по размерам, и по величине, и по форме. Пришлось собрать со всего населения эти ящик ламп, и мы с дедом просто выехали в угодье, подписывал я фломастером первая, вторая, третья, делаю вабы, он мне звонит, говорит, третья, потом еще следующую, и так вот таким методом отобрал форму лампы, потом, когда такую форму я скупил, где-то нашел и так далее, я беру, они же отливались, где-то есть микротрещины, где-то что-то, берешь длинный такой камер, стучишь, смотришь, тоже разные звуки, вот который ляжет на душу, ту я и откладываю, их на самом деле очень мало таких нормальных ламп, вот таким методом отобрали, вот просто вот, а что касается представления, да, добавить, на самом деле кто вабит, они же даже не знают, чтобы вабить, нужно знать структуру волчьего воя, структуру, из чего состоит волчий волчий, как ты говоришь, прелюдия, там, окончание, из чего состоит структура воя волчицы, она совершенно другая, некоторые структурой волка изображают голос волчицы, и волки смотрят, думают, что это за вообще непонятное существо, и отвечают, и говорят, мы тебя не понимаем, кто ты такой, но они не идут, а почему они ко мне не идут, а может они уже сказали все слова уже по себе, что мы не пойдем к тебе забудь, и так далее, поэтому вот вот такая вот ваба, научиться вабить, это целая история, целая история, поэтому так вот подобрал, я подбираю вот инструмент, то есть усилитель звука, вообще работают голосовые связки и легкие, вот и все, у меня музыкального образования нет, ну, видимо, так судьба распорядилась, меня эта охота настолько увлекла, что я просто, если у меня есть свободное время, уже давно я еду обязательно на охоту на волка, это часть моей жизни, часть моей жизни, значит, вот Виталий говорит, что вабление или работа вабой с помощью вабы, это во-первых голосовой, голосовые связки человека, легкие там и так далее, и вот что я еще заметил, для того, чтобы вот этот голосовой аппарат, речевой аппарат, там, я уж не знаю, легкие, не подвели в самый неподходящий момент, потому что, ну, мороз, там, можно захрипеть, и все, и все, и вся охота, вот это все пойдет на смартфон, Виталий делает специальные настойки и вечером там с чайком их принимает, вот, то есть доходит вот даже до таких тонкостей, не говоря уже, не говоря уже об одежде, то есть перед тем, как выходить в поле, мы одежду всю развешивали где-то часа на два, на три, и она проветривалась для того, чтобы вот выветрить этот человеческий запах, кроме того, она не должна шелестеть, вот, и она должна быть комфортной, потому что, повторяю, на морозе и на ветру приходится стоять очень долго, но это про такую охоту зимнюю, была у нас еще и осенняя, она там свои особенности имела, вот, это было уже в Беларуси, и, в принципе, сценарий, конечно, охоты был похож, разведка, там, расстановка стрелков на позиции, вот, но все равно она отличалась вот от зимней, это уже совсем другая местность, лесистость гораздо больше, чем в Волгоградской области, там-то лесостепь, вот, то есть, эта охота, как правильно Виталий сказал, это, любая другая, она не похожа одна на другую, вот, поэтому каждый, каждый надо готовиться очень тщательно, вот, это, что касается охоты на ВАБУ, если, Виталий, не затруднит, облавная охота, вот, ее сценарий, как ты ее видишь? Ну, облавная охота, традиционно, тоже разведка, да, поиск, это серьезное мероприятие, любой способ охоты на ВАБУ, это очень отдельный, технологичный вид охоты, и ее тоже нужно нет, ну, вот, ну, это понятно, вот, хорошо, нашли волков, обрезали, офлажили, дальше, какие действия предпринимают профессионалы? Что касается методов, как бы, загона, да, внутри оклада работы, да, есть разные методы, да, методы, выдавливают волков на линию флажков, да, то есть, огромными звуками, трещалками, стучаниями и так далее, ну, на самом деле, я к такому методу отношусь не очень хорошо, да, то есть, если офлажили, уже закрыли, да, оклад, если стоят стрелки через каждые, там, 50 метров, да, просто забором вокруг, вокруг флажков, то может быть, да, и огромное количество в окладе людей, загонщиков, может быть, он и работает, это нет, на самом деле, выдавливают, что волки форсируют, начинается стрельба, они форсируют флажки, и все, как правило, в 90% случаях идут под флажками, да, редко перепрыгают флажки, да, поэтому в оклад, в окладе нужно идти тихо, спокойно, по следам, да, это же зима все-таки, да, нужно спокойно идти, то есть, и потихонечку поддавливать волков на стрелковую линию, я звуки не приемлю, ну, так и мой дед охотился, мы так охотились, и я считаю, что это более эффективный метод, да, без создания огромного шума, это плохо, но мы осваиваем и удачно проводим опыт, есть и в белорусской культуре такой охоты, и комбинированная охота, я в оклад иду один, без никого, ставлю номера, иду в оклад, я хожу по следам, иду с карабином, естественно, с дневным прицелом, да, и в окладе, я провожу комбинированную охоту, вот, но когда я влажу, я хочу еще сказать, да, я делаю, захватываю открытые участки, то есть, волкам покоя в окладе я не даю, если пришла ночь, мы дальше продолжаем охоту, я сейчас скажу, как, даже в окладе, если мы не успели, нас застали, темнота, значит, мы продолжаем дальше охоту, мы не даем покоя, возможности там, волкам разобраться, как-то войти, выйти из флажков, и так далее, или там, если какие-то осадки, если почти упали, я хожу, подвываю, это уже не ваба волка, подвываю в окладе, пройду, стану, найду позицию, волки, к правилу, идут по моим следам тоже, то есть, они попадаются в это, и полностью их внимание переключается на меня, и тогда стрелкам легче работать, я просто стараюсь переключить их внимание на себя, и они движутся вдоль флажков, потому что чужой волк в окладе, а еще если и волки волчатся, у них начинается перевод, в голове, такая охота, как правило, 100% эффективна, если мы флажили два волка, или три, то три вебита, это вот эта комбинированная охота, что касается просто без шума ходьбы, нормально, они же потом затаиваются, волки и так далее, целая история, как начинаю подвывать, опять начинается стрельба, вот из опыта, вот как проводится охота в флажках, естественно, очень большие претензии к номерам, номера я оставлю во внутрь флажков, обязательно, вот ни в коем случае не за флажки, а внутрь оклада, лицом к флажкам, 40-50 метров, четко по строчке, естественно, нужно маскироваться и так далее, одежда, не шуметь, а когда превращают охоту облавную в шоу, да, с коньяком, с сигарами, ну, вот этот труд весь, когда мотаешь флажки, сначала ищешь, проезжаешь, сотни километров, да, вот, зачем эти шоу устраивать, да, а потом их же и сматываешь, эти мокрые флажки, да, все, и кто-то, ну, понятно, тоже очень ответственно, и не менее эффективная, может быть, в каких-то случаях и более эффективная охота, из всех способов перечисленных, поэтому к облавной охоте отношусь очень, и я не приемлю просто загонные эти ленивые охоты, да, ой, зачем флажки роста, давайте прогоним, да, мы же охотимся на зверей, да, на номера становимся, кабан, лось, они и то номера вычисляют, а когда стали номера без флажков, они уже в волке знают, где кто стоит, и как правило, ну, получается, она вообще неэффективная охота, где-то добывают, кто-то может карабинным дальним войск, добывают одного, двух там из стаи, ну, что это за эффект, это вообще преступление, да, не флажить, волков, которые нашли в окладе, другое, если нету возможности там вообще, да, но это тоже как бы, можно же вечер придет использовать охоту на лабу, они же волки здесь, уже их не нужно искать, с другой стороны, да, другой способ использовать, да, сразу же, то же самое, как я говорю, я флажу, на ночь я не оставляю волков, я ставлю стрелков, с тепловизорами, на более дальней уже дистанции за флажки, и они мне отвечают в флажках, и как правило движутся вдоль флажков, выходят на открытый участок, и стрелки нормально, успешно стреляют ночью, тоже на лабу во флажках, то есть это комбинированная охота, вот такие мы охоты проводим, это увлекательная охота, и в пуще была такая охота, мы из девяти, из войны, да, было девять волков, матерый выскочил, когда закрывали круг, буквально в пятидесяти метрах, он самый хитрый, он лежит отдельно всегда, восемь волков мы офлажили, шесть мы взяли, охотой на вабу ночью, и за огоном двое суток гоняли, и потом зеленые опустили флажки, два волка прибылых выпустили, вот такая была успешная охота, реально проведенная мной, белоярская пуща, комбинированная, и когда сидит в ночи, да. Я хочу, чтобы мы так, ну хотя бы рефреном пробежались, там и по другим способам охоты. Пожалуйста. Чтобы ты какие-то особенные, значит дальше, охота на приваде, охота на приваде, что бы ты порекомендовал, и какие тут ты видишь нюансы? Тоже очень отдельный вид, и такой требующий технологичности, процесс охоты на приваду, не просто там выбросить приваду, да. Во-первых, нужно тщательно выбрать место, это первое. Тоже есть способы, как выбрать место, да. Ну это мы долго будем, потом правильно подготовить эту охоту, правильно выбрать позицию для вышки, подумать о том, как ее обслуживать, подъезд был туда, да, в разное время года, да. И потом приваду нужно постоянно обслуживать. Правильно ее, ну, правильно как бы наблюдать приваду, если есть камера, сразу установить камеру, не подходить к ней. Правильно разместить саму приваду, да. Естественно, приваду нужно начинать с какой-то туши реальной, да, павшей там или коровы, там или скот, или лошадь, или там некий целый. Вот эти вот привязывания, закапывания, все это в интернете гуляет, но я пользуюсь старым, опять-таки, дедовским способом, и он работает. Фактически ни одной привады, которую я организовал, да, не фактически, так и есть, я не могу вспомнить ту приваду, которую я организовал, и с помощью меня было организовано, ее не посетили волки. Поэтому это тоже очень такой щепетильная работа и высокоэффективный метод борьбы с волком. И в каждом охотчем хозяйстве, зависит от его размеров, как минимум одна должна быть привадная правильная вышка, да, если волки взяли эту приваду, перестреляли волков с этой стаи, они как по звездам, с другой стаи. Есть опыт на привадах, где уже посещают приваду, уже третье поколение, вот третья стая вообще, на ту же приваду ходит. Вот казалось бы, как по звездам, это тоже я это знаю, если она правильно организована, выбрана на место и правильно обслуживается. Это тоже затратная такая охота, очень серьезная, да. А если есть привадная вышка, точка, значит, хозяйство ежедневно, ежечасно борется с волками. В любой момент, любой охотник приехал, если он усидчивый, есть показания, с фотоловушек ходят, волки, пожалуйста, садись, стреляй. Никакого вреда вообще, только плюс для борьбы. А если еще есть умелый вабищик, повабил с привадой, еще эффективнее вообще. И когда в хозяйстве есть привады, мы организованы, понимаешь, это точка притяжения. На той стороне заповедник, туда попасть нельзя. Что нужно сделать волков? Привадить. Зачем за ними бегать? Или в горах вот эффективная будет охота на приваду тоже очень эффективна. Потому что по горам сильно ты не подбегаешь. Свои нюансы, да? И так далее. Поэтому привада – это отдельный способ охоты, требующий очень большого внимания и технологичный процесс, как и все, как и облавно, как и на вапу, в принципе. Легких охот нет на волка. Так, дальше. То, что я не упомянул во своем выступлении – это охота на переходах. На переходах вообще – это очень… Несколько слов о ней. Тоже сложнейшая охота, да, требующая внимательности, следопытливости, да, знания биологии волка, да, охотника. И вот у меня есть егерь. Я думаю, на данный момент он лучший из охоты на переходах. Он говорит, а я освоил, я с тобой вот биологию. Мы ездили с ним, жили, спали, ели. Вот в Ассоевской области хозяйства. Там они сейчас себя прекрасно чувствовали. Стреляли всех волков. Нормальная работа идет. Прекрасно. Хотя, когда я приехал, они не понимали. А может, у нас два волка, а может, восемь. Откуда они идут? Все прекрасно сработано. Соблюдают регламент мной данный. И у них все в порядке в хозяйстве вообще. Я рад. И вот этот егерь, даже у нас в клубе, никто, как представители, тут хозяйство, естественно, мы с ним работали, по биологии, следовую работу, звуковую. Он говорит, мне ничего не надо. И вот я делаю разведку, следовую работу, смотрю все, вижу, там появились, этом, понимая все позиции, которые мы выбирали для ВАБы, зная их переходы, да, мочевые точки, также это помет. Надо же смотреть не только на следы. Есть же мочевые точки, есть росписи у волков, если даже не видно, да, следов из снега, да, есть роспись, есть мочевые точки, есть помет. Это тоже важно, это признаки территории, это жизнедеятельности волк. Он говорит, я смотрю, делаю окоп, сажусь, лежу сутками, сутками там, ночами сидит, и он отстрелял, вот, шесть волков уже отстрелял. На переходах. Я думаю, он лучший на переходах. Он говорит, мне ничего, я вот, мне это легло на душу. Я рад. Спасибо, он благодарит, мне приятно, что вы там. А он вообще понятие, я говорю, вот сколько это волков? Он говорит, я не знаю, сколько здесь прошло. Вот так я приехал. Вот егерь. Было четыре выезда там, по-моему, у меня с ним. Вот он готовый специалист. Хозяйство, хозяйство получило, вкладывая какие-то финансы, вот, борьбу с волком, получило готового специалиста, которого за два, за любой семинар, за день, за два не воспитаешь и не расскажешь. А это вот прямо в поле, в ринге, вот, в бою. Он все видел, следы, мы все ночами не спали, вот, на переходах он лучший. Шесть волков, вот, за прошлый год. Это... Виталь, прав ли я, что у волков, так же, как, наверное, и у копытных, существует, вот, ну, как их назвать, пути миграции или переходы, и они остаются, вот, из года в год одни и те же. Почему я так говорю? В Краснодарском крае мне довелось видеть, как в одних и тех же местах волки, пересекая трассу, были сбиты там машинами, либо задел, машина задела волкой, там несколько раз находили трупы, там, и так далее, в одних и тех же местах. Вот, и почему я, вот, и прихожу к такому выводу из личного опыта. Так и есть, да? Совершенно правильно, есть ход волка, и даже вот старые люди, мой дед говорит, вот там вот, вот по той стороне всю жизнь волки ходят, десятилетиями, ход волка. Есть, конечно, лаз, чем отличается лаз от хода, зверя, даже не только волка. Вот, чем отличается лаз от хода, да, вот, как, допустим, обложили там, или загонная охота. Все говорят, вот, пойдет в питу. Да пойдет в питу, если лаз совпадает с ходом. А что такое лаз? Это, это путь, которым зверь пользуется в случае опасности. Это лаз. А ход, это реальный ход, на кормежку, либо на дневку, да, ход. ход на кормежку, на питание и так далее. Поэтому, естественно, это правда и так и есть. Поэтому охота на переходах, она тоже к этому привязана. Нужно наблюдать и внимательно. Капканы. 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 Прекрасная охота тоже. Ну, как бы, на волка разрешено. Ну, и петли тоже самое, да. Здесь же и закладка ядов, она ушла, как бы, по певе. Это тоже сложно. Все думают, вот я отравил и все. Так нет. Отравил одного закладчика яда, да. Я хотел бы упомянуть, все вот в хозяйствах охотничьих думают, что я отравлю всех. Да не получится. Один отравится, второй, все посмотрят, усвоят плохой опыт и все. Так вот эти закладчики, они говорят, я вот отравил волка, да, это целые специалисты были, да, закладчики с трехнином, а уже стая не идет, уже, говорит, я использую капкан. То есть он же и капкан, он же и петля. У нас же было запрещено, да. Во-первых, немножко сложно, когда в хозяйстве зверь есть, да, петли и капканы сложно использовать, да, но в некоторых местах как бы нормально. Сейчас же это официально разрешено с этого года, с того года, да, петли выставлять на волков для борьбы. Это официально, как бы, правило уже разрешено. Поэтому тоже нужно знать переходы, мочевые точки и так далее, да, и как волков туда вместо капкана приводить. Тоже есть различные методы. Можно взять мочу, я могу порекомендовать, да, если кто-то не знает, мочу из добытого волка, сбитого, да, разбавить с водой и в морозильник, да, можно взять помет из одной стаи, принести помет на территорию другой, это тоже улов. Эти все брызгалки, я их, как бы, к ним отношусь не очень хорошо, есть опыт пользования очень хороший, американские, там вроде бы идет, не идет, нельзя вывод делать это, да, есть много других. И с подушечки, и с лап волков можно срезать. Тоже метод, пожалуйста, устанавливайте капкан. Это тоже нужно маскировать, проветривать, петли точно так же, вот надо смотреть, где ставить. Опять-таки, комбинированная охота. Работает привада, да, привада, если хорошо работает, летом можно с привадой повабить, зимой объехал приваду, если волки зашли, не вышли, они лежат возле привады. Пожалуйста, главная охота, слышите, насколько все увязано. Пожалуйста, пути подхода к приваде, ставьте капкан и петли. Вот готовое решение. Готовое решение. Поэтому есть охотоведы, которые освоили эти охоты и прекрасно пользуются этим. Ну, вот зверь здесь проблема, да, и то же самое яд, и тоже зверь страдает. Поэтому тоже эффективная охота на доп, я как бы сказал, да, большого поголовья. Хотя петлями нормально есть волкодавы, которые давят волков. Вот на Неге, мы с ним как-то общались в Архангельской области, прекрасно. Я смотрел, какие он петли делает, как ставит, все красочно. Он ставит петли, а там уже волк, когда в той же вот Чеченской республике, говорит, один попал, повесел, второй идет, и говорит, вижу по следам, голова, ну, следы, передние лапы уже стоят возле петли, то есть голову засунул в петлю, а потом назад вынял и ушел. Вот что такое опыт. А мы говорим про лабу. Ну вот. Так, взятие логова. Взятие логова тоже, это тоже наиболее высокоинтеллектуальный. Кстати, если охотник на волка не взял ни одного логова, не случайно, он не имеет права считаться волчатником, значит, он слабо знает биологию. Хотя биологию волку все слабо знают. Ну, насколько он знает, да. Логоволка это самый секретный объект, как я говорю. Поэтому эта охота готовится заранее и состоит из нескольких этапов. Я ее начинаю готовить с марта месяца. Потом в апреле определенные мероприятия, а потом только в мае взятие логова. То есть, это определенное количество мероприятий. То есть, если не случайно нашли там лесники и так далее, да, понятно. Но, как правило, это самый секретный объект. Волчица помет съедает за волчатами даже, чтобы не были сороки, там и мухи не летали возле логов. Если возле логов валяются там кости и так далее, понятно, что мне, говорит, мы нашли логов, мы видели, забежали волчат. А я прихожу, приезжаю, смотрю, кости валяются, говорю, это лисы, я поехал. Говорит, какие лисы? Ну, говорю, копайте, я поехал. Откапывают пять лисят. Ну, все понятно. Это не волчье логово, там, не расширено, ну, видно. Поэтому это серьезнейшая охота, взять ее логово, ее надо готовить заранее, зная биологию волка, что волки делают в марте, что волки делают в апреле, как себя стая ведет, что она делает в мае, и район определить, будущего логово, потом сужать его, потом нужно наблюдать, потом есть подслух, как на глухаря, и все есть. И потом уже взятие, кульминация, взятие логово, такой вообще, такой момент, душераздирающий, трепещущий вообще, это такие эмоции, которые вообще невозможно передать. Это очень опытный человек должен быть охотник. Ну, волчатник. Ну, мы вот прошлись голопом по Европам, что называется, по методам ведения охоты на волка. Вот. Теперь я предлагаю, может быть, вопросы есть у членов клуба. Слушайте, внимательно задавайте, друзья. Виталий на них постарается ответить. Да. Так, что-нибудь пишут нам? Информации много, сложно сразу перевалить. И сформулировать вопрос, наверное, поэтому он тут... У матросов нет вопросов. Ну да. Ты настолько обстоятельно обо всем рассказал, что... На самом деле, только по верхам пробежали. Да, понятно. Понятно. Все же охота на логовах есть. Ну, это такая очень интересная охота. Ну, ее не будем обсуждать, потому что она фактически очень труднодоступна. Если не взяли логово, да, то уже там можно и определить потом, где оно было-то. Свою ошибку можно найти. Да. Георгий Доронин. Чего? Пишет? Пишет, спросит, что-то. Доронин хочет спросить. Так. Все. Уже не хочет, да? Нет, все, все. Георгий. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, Андрей. Слушаем тебя. Я хочу не спросить, а выразить вам очень глубокое спасибо. Очень интересный рассказ. Особенно потому, что мой отец был знаменитый волчатник. Это был давно. Он, пожалуй, был лучший на Дону волчатник. Он добыл за свою охотничью жизнь 106 волков. Представляете, когда не было еще там техники, это было в лучшем случае, ну, какие-то валы или лошади. В основном для того, чтобы там привезти, допустим. А так это в основном все было пешком. Так вот, слушая вас, я вспоминаю, вспомнил и то, что он рассказывал. Это, можно сказать, ну, почти вот, не то, что, конечно, один в один, но очень много вот именно того, вы рассказали, того, что, или то, что он мне рассказывал. Он был и добывал, вот, как я уже сказал, много добыл старых волков, и также был и в логове, добывал волчат. Вот поэтому мне вот это очень, так сказать, интересно, и такое на душу полегло. Спасибо вам огромное за замечательный рассказ. Вот я в очередной раз вспомнил своего батю. Это было действительно очень интересно, и вот все, что вы сказали, практически вот совпадает что-то. Вот он так и говорил, что волчатник это очень настойчивый, очень аккуратный, и во всех отношениях, начиная, вот, как вы сказали, от подготовки, и заканчивая, естественно, снаряжением патронов, потому что это было очень давно. Батя мой ушел в 70-м году, вот, поэтому он еще даже до войны, до Великой Отечественной, я имею в виду, охотился на волков. И вот, конечно, патроны тогда были самостоятельно, он их снаряжал. Георгий, я тебя немножко, извини, прерву, перебью. Вот, ты же в Ростовской области живешь, и вот твой, так сказать, посыл сейчас натолкнул меня вот на какую мысль. Уже давно, ну, лет, наверное, 12 назад, 13, я был в Александровском лесу, это государственное опытное охотничье хозяйство Ростовское, и там был один егерь, который убедил директора завести, вернее, создать стаю волкогонов, так называемую, то есть гибрид волка и гончий. Вот, ну, в конце концов, опыт этот, я так понимаю, не закончился ничем, но, но, опять-таки, это было при мне, то есть, я живой свидетель, устроили охоту какую, то есть, течная сука, вот этого, ну, из семейства волкогонов, да, ее взяли и подвязали недалеко от вышки, и к ней пришел волчок на свидание, которого благополучно застрелили, вот, то есть, вот тоже интересный метод охоты, вот, у вас, может быть, в Беларуси, может быть, ты знаешь что-то подобное, есть такой опыт, работы вот с собаками, которые не боятся волков, которых там нельзя снять сгона там и так далее, ну, это очень редко, во-первых, я хочу выразить, и снимая шляпу перед такими вот охотниками, старыми, перед отцом, да, я понимаю, это количество, более ста волков, в те годы, да, не было ни тепловизоров, ни карабинов, гладкие стволы, облавная охота, логово, и перед такими людьми снимаешь шляпу, таких уже нет, давно уже, давно таких нет, специалистов, это очень трудно, это не модно, это трудозатратно, сложно, волков не едят, то есть это вопрос, я же говорю, части охотничьи эти, и такие люди, я помню свою юность, да, да я увидеть след волка, это, это целое событие, мы должны были бросить все охоты, во-первых, мы редко его видели, должны были бросить все охоты и направить все действия против вот этой, против, ну, на борьбу вот с этим волком, вот так нас воспитывали, охотников, настоящих, это часть охотничьи, поэтому, такие люди, это наш, как бы, ресурс, это, они нам оставили какую-то численность волков-то, после советска, 20 тысяч, а сейчас уже, в разы, там, 60-70, кто их учет ввел, никто не умеет их считать, а мы умеем, мы можем следовую работу провести, фотоловушки, и звуковая, вот у меня есть метод, как я могу посчитать волков в каком-то хозяйстве, сколько там ста, и одна ста, или две, там, или граница идет, я разберусь, рано или поздно, мы знаем, как вести учет волка, я вижу его численность, в десятки, в 15 раз превышает его численность, вот что у нас сейчас происходит, а наши деды и прадеды оставили нам вот такое наследие, когда я в юности, я не видел, это послевоенные годы, там же волки были людоеды, создавались команды, кинчиц, этот диск вабельщиков, да, а и то не вабили для облавы, а сейчас-то мы развиваем эту тактику, там, стрелки, карабины, тепловизоры, номера и так далее, я тогда буду считать, что, когда я смогу волку сказать, правысь, чтобы он вышел на тот номер, иди туда, и там тебя возьмут, вот, тогда это будет эпогей совершенства вабельщика, ну, я не знаю, так получается, нет, но это реально, это очень сложно, поэтому, снимаю шляпу перед такими старыми охотниками, перед вашим отцом, я очень ценю их опыт, и я его и получил этот опыт, и сам сейчас развиваюсь, учусь у волков, вот, их мало, там в Белоруссии у нас таких два оставалось, там один вообще, он, как бы так, ну, в этом плане, вот, единственный, он, учитель, где-то и остался, и поэтому у меня с формулировками, я решил все-таки сформулировать, а кто такой охотник на волка, разделить эти понятия, а кто такой волчатник, так вот, там же, это не из книг, у нас-то книг сколько там, 15 всего лишь в Советском Союзе, я их все прочитал, их особо научных и трудов-то нету, да, и сам же Павлов сказал, волк остается неизучен, то есть биология волка неизучена, в Советском Союзе прекратили изучение, после Советского Союза, американцы в Йеллоустон изучают, так вот, кто такой охотник на волка, это наиболее высоко дисциплинированный, высоко организованный ухотник, правильно, а кто такой волчатник, это тире уже охотник на волка, владеющий основными способами добычи его, владеющий, основными способами всеми добычи его, основными, да, как Андрей перечислил, мы вот говорим, и знающий, хорошо знающий, да, ну, всю невозможно знать, биологию волка, чтобы его охотить, нужно знать его биологию, его перехитрить, да, и поэтому, как, вот тут, молодцы, вот они, они с этими гладкими стволами, таких результатов достигали, они молодцы вообще, поэтому, вот, уважение, респект, вот почет, и снимаю шляпу перед такими охотниками, я знаю этот труд, вот, и поэтому, спасибо за, была благодарность, да, что касается собак, собак, я хотел бы, Андрей, да, на самом деле, собак, которая идет по волку, или хотя бы рвет его, или там кровь, это одна из ста, из моего опыта, да, одна из ста лая, и такую собаку, мы ставим на удовольствие в клуб, мы ее носим на руках, у нас была такса, да, жесткошерстная, да, большая голова, она видит меня, она запрыгивает в машину, и все, потому что, когда мы привезли волка, она его полностью ободрала, я ее начал, мы ее начали натаскивать, потас с волком, раненый волк, мы едем за 100 километров, забираем эту собаку, не добираем, мне вот такие собаки, их нужно на руках носить, но раньше их было больше, естественно, да, а из опыта скрещивания волков, ни одного положительного до конца опыта, так и нету, в моем знании, нету, то есть, нету, почему волк такой умный, как я говорю, и так далее, да, в цирке все есть, я всегда отвечаю, это очень классный пример, я его придумал, в цирке есть львы, тигры, леопарды, медведи на коньках есть, а волков нет, это он поддается дрессировке, правильно, волков-то нет, вот насколько это умный зверь, а собаки, которые работают по волку, да это вообще, это, ну, это золото, а не собаки, их уже фактически нету, есть, я видел собаки, которые, вот, Архангельская область, которые рьяно работают по медведю, я стрелял волка, они по волку не идут, а по медведю работают, вот лайки, западно-сибирские, а эти красногоны, гончие тоже есть, есть пример гончих, которые просто злостно относятся к волкам, я тоже видел, ну, в молодости своей, сейчас уже я не вижу таких собак, вот, поэтому это, ну, раньше же охотились и на поросенка, и мы даже в Ростовской области попробовали, дал возможность собственнику хозяйства поставить в решетке барана туда, в решетке, я говорю, да железа, ничего не будет с этого, баран простоял там с водой, и так, и волки и не пришли, они же понимают, кто привез барана вновь, в лес, в решетке там, а рядом привязали такого, да, там, кормить ездили, ничего, опыта нет этого положительного, поэтому, вот, что я скажу, нету, друзья, я, я думаю, что мы сегодня, правильно Виталий сказал, голубом по Европам прошлись, вот, вижу, пока вопросов нет, в самом деле информации очень много было, может быть, ее надо осмыслить, и принять к сведению, а потом уже вопросы появятся, вот, мы трансляцию эту пишем, и выложим ее в чате, посмотрим, какой будет отклик, что люди скажут по этому поводу, ну, и в соответствии с этим будем строить дальнейшую работу, возможно, мы еще, Виталия пригласим к нам на трансляцию, вот, ну, а то, что мы будем сотрудничать и сотрудничаем с клубом, с международным клубом волчатников, это аксиома, поэтому, спасибо, спасибо, мы открыты нормальному сотрудничеству и продвижению именно настоящих традиций охоты, этики, культуры охоты, наших целей,